Батарея холодная, потому что по газовике, когда были в тот день, они сказали, что в конечном итоге, если будем квартиру восстанавливать, систему всю не разорвало, пришлось все откручивать, сливать всю систему. Неглобальное похолодание, уже вечная мерзлота. Вот что творится с 17 января в разрушенной потопом квартире Оксаны Абрамовой. Из-за холода нет и воды. Потому что воды нету, я не знаю, или у меня уже вся система замерзла. Эта квартира в аварийном доме у Оксаны – единственное пристанище. Вот почему в этих невыносимых условиях она остается ночевать, пытаясь обогреть маленьким электрообогревателем свою спальню. Помогает это мало. Обогреватель включаете вот там, если в комнате получается? Да. Ну, без него никак. Мы с вами разговариваем, и у нас пар из-за рта идет. После выхода сюжета на Кот-Ньюс своего электрика проверить проводку в квартире у Оксаны направил руководитель одной из управляющих компаний города Котласа. Он также бесплатно помог ей и правильно составить акт ущерба. Он уже направлен в администрацию. А кстати, что же наша котласская мэрия, чем она помогла? Как отреагировала на то, что из-за ненадлежащего состояния расселенной муниципальной квартиры сверху, где сорвала кран, Оксана и оказалась в такой ситуации. В настоящий момент дом под всеми коммуникациями находится, за исключением квартиры номер один. Жильцу данной квартиры предложен ряд вариантов по переселению, от которых она отказалась. После затопления моей квартиры 17-го числа явных каких-то изменений не произошло. Значит, был представитель СРЦ 17-го числа, я это все пофотографировала. 20-го числа она мне тут в коридоре просто передала акт из рук в руки. Ну, как сказать, что квартира вся замерзла. Звонков от администрации с какими-то мне предложениями о маневренном жилье ни по телефону, ни письменно не поступало. Когда-то они мне голословно предлагали в декабре. Но вот по данному от 17-го и до 26-го мне никто никаких предложений не предлагал. И тут уже, как говорится, без комментариев, потому что слов нет. Как объяснить такое отношение? Хотя и так все ясно. Я не спрашиваю. Впрочем, честности ради отметим, что хотя бы воду в остальных квартирах действительно дали. Но ничего, что спустя три дня после аварии, говорят люди. После выхода сюжета на Код Ньюс 20-го числа после обеда пришли специалисты сантехники по вызову, я так понимаю, администрации. Попали в четвертую квартиру, сделали заглушку, проверили. У нас воды еще не было. Они проверяли трубы. Я не знаю, они там ходили три человека. В общем, воду сказали, можно проверить. Мы сходили в унитаз, спустили, вода была черная. Так как у нас в квартире газоснабжение, система закрытая, чтобы не засорить фильтры, мы договорились, что соседка квартиры номер 2 пропустит эту воду. И когда будет светлее вода, мы будем пользоваться. 21-го сантехники снова приходили. Вода стала более светлая. 22-го числа мы начали пользоваться водой. После выхода сюжета коммунальным беспределом на Толстого, 13, заинтересовалась и Котловская межрайонная прокуратура, начав проводить свою проверку. В ходе проверки межрайонная прокуратура будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, а именно администрация городского округа Котлос, являющегося собственником ряда жилых помещений данного многоквартирного дома. А вот представитель той же народной инспекции почему-то в стороне. Хотя вот же он на проверке Котловского дома, где есть управляшка. Наверное, потому что тут она есть, а в аварийной двухэтажке на Толстого, 13, ее нет. Так разве можно народному инспектору возражать своей же администрации? Как пояснили в прокуратуре, именно орган местного самоуправления обязан контролировать надлежащее техническое состояние муниципального жилья. Именно администрация городского округа Котлос. За свое жилье я готова бороться. Тем временем Оксана Абрамова написала обращение, как ей жить в холодной квартире, как оценить действия местных чиновников в вышестоящей инстанции. Ответов пока нет.